Улица Карбышева в Тулуне перенесла две волны наводнения. Дом семьи Монаковых вода не смыла, но изрядно испортила. Жить в таких условиях невозможно. Рассказывают, что хотят строить новый, также в родном городе, но пока ждут жилищный сертификат. Все у нас, и машина плавала у нас, муж был на работе как раз, мне с крыши соседей сняли. Мы потом больше месяца в машине сначала спали, а потом летнюю кухню подтянули, штукатурили, побелили, живем там. А у Екатерины уже, что называется, чемоданное настроение. Их многоквартирный дом почти полностью оказался затоплен. Сейчас все соседи разъезжаются. Молодая мама сертификат на новое жилье уже получила и сейчас выбирает, куда поехать. Не исключает, что может стать врачанкой. В данный момент, как мне оценили, 4 миллиона. Я согласна. Как мне сказали, когда получала, вы на квадраты не равняйтесь, сколько у вас было квадратов. Вы, говорит, равняйтесь на ту сумму, что у вас есть. Старайтесь в ту сумму. Но этого хватит, чтобы переобрести жилье, которое вам нужно, которое удовлетворяет? Ну, как-то, да, можно найти. Вице-премьер и губернатор Иркутской области в рамках рабочей поездки встречаются с пострадавшими в Тулуне и районе. Деревня Евдокимова в 52 километрах от районного центра. Дома здесь уже топило во время наводнения в 1984-м. Тогда из зоны затопления, которая находилась в Низине, начали переселять на возвышенность. Но эту работу не закончили. И большая вода вновь этим летом не пощадила деревню. Смыло почти 90 домов. Сегодня речь идет о строительстве нового жилья, но уже в безопасном месте. Сейчас поручение я дал району, чтобы они в срочном порядке в рамках режима чрезвычайной ситуации делали проект на этот объект и на другой. И отводил территорию, земельную территорию, по то количество земельных участков, для того, чтобы перевести, перевести, закончить перемещение людей с низкой части, с затопленной, с затопляемой части на высокую часть. Во время наводнения пострадала и местная школа. Пока детей из Евдокимова будут возить в соседнее село за 20 километров. Дальнейшее решение, сообщает Виталий Мутко, также уже принято. Принято решение, во-первых, куда они будут ездить. Второе, значит, будут выделены несколько автобусов. Губернатор принял решение передать сюда несколько автобусов, которые будут возить, подвозить детишек пока. И мы договорились, что уже в новой части поселка будет выделено земельный участок, подстроиться современные школы с детским садом. Жители деревни Евдокимова попросили властей посодействовать и еще в одном непростом вопросе. Когда-то здесь был леспромхоз. Жилье принадлежало предприятию. После его развала люди дома не приватизировали. И теперь не имеют права на получение свидетельств на приобретение или строительство нового жилья. Губернатор обещает, оформление прав собственности проведут в судебном порядке и в ускоренном режиме. Яна Романова, Артура Щупкин. Новости сейчас.